Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Каникулы позади. В Сочи встретили Рождество и подсчитали новорожденных. Оказалось, есть чем гордиться. Гулять так гулять, какими ЧП запомнятся сочинцам новогодние выходные. Загрузка горного кластера на каникулах приблизилась к 100%. Для инфраструктуры этот наплыв туристов, хоть и вполне ожидаемый, стал испытанием. А вот спортсменкам не удалось полениться на каникулах. В Сочи стартовал открытый турнир по художественной гимнастике «Рождественские каникулы». Позади новогодние каникулы. Традиционно они запоминаются целым рядом мероприятий. К примеру, в краевой столице первый ненастный день после продолжительного тепла выпал на Рождественский Сочельник. Больше полумиллиона кубанцев той ночью посетили сельские часовни и большие соборы. Первый ненастный день после продолжительного весеннего тепла выпал на Рождественский Сочельник. Больше полумиллиона кубанцев минувшей ночью посетили сельские часовни и большие соборы. Плохая погода не омрачила настроение верующих. Они приходили в храм еще до начала рождественской службы. Это очень радостный, светлый праздник. Мы всегда участвуем в богослужениях. Это праздник добра, радости, веры. Мы очень любим этот праздник. Мы обязательно каждое Рождество стараемся прийти на ночную службу. Это всегда детский восторг, радость и самый добрый, душевный праздник, с которым много воспоминаний связано, детские подарки, сладости. Каждый год обязательно хожу на всеночную службу. Это уже для меня традицией стало. Если я не пойду на всеночную службу, это уже праздник, не праздник. Перед торжественной службой в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара губернатор Вениамин Кондратьев поздравил со светлым праздником митрополита Екатериндарского и Кубанского и Сидора. Глава региона подарил традиционные белые цветы, которые символизируют благоувестие о рождении спасителя. В кафедральном соборе Краснодара торжественную литургию провел владыка Исидор. Вместе с губернатором на богослужении были его заместители Анна Менькова, Алексей Капайгородский и глава Краснодара Евгений Первышев. Это велика, велика, велика. На рождественскую службу люди приходят целыми семьями, от мала до велика. У каждого верующего своя цель – поставить свечи, помолиться или загадать сокровенное желание. Теплые эмоции, семейный праздник. С детства мы его очень любим, чтим. Такая радость являться православным человеком, жить в России. На Кубани тем более. Поэтому этот праздник мы любим и радуемся, что можем его отмечать в таком замечательном месте. Это для меня действительно праздник. Это наша семейная традиция. Мы каждый год ходим в церковь. И не только в Рождество, но этот праздник волшебный. Поэтому мы до сих пор верим в чудеса. И приходим благодарить за них каждый год за то, что происходило в прошлом году. Рождество – это великий праздник. Это когда в мир пришел Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Мы, конечно, ходим на богослужение. Недолго его ждем, потому что пришествует пост. И, наконец, мы после службы приходим и начинаем садиться за этот вкусный стол, который уже не постный. Великий праздник, светлый, очень добрый, радостный. С первой звездой православных закончился рождественский пост. И наступили святки, которые продлятся до крещенского сочельника. Виктория Савенко, Алина Сорокина и Дмитрий Забелин. Кубань-24, Краснодар. В это время и во всех сочинских храмах прошли торжественные литургии. Причем не только в центральных, но и в тех, которые находятся вдалеке от крупных микрорайонов. Например, в Троице-Георгиевском женском монастыре в горном селе Лесное в праздничном богослужении приняли участие более сотни горожан и туристов. Даже люди, которые мало ходят в церковь, стараются именно вот такие праздники, как Рождество, Пасха, обязательно прикоснуться к святыне, к благодати, поставить хотя бы свечу. Свечу надежды, можно это так сказать. И на рассвете идет кульминация праздника, люди причащаются. Поэтому в этот праздник кто причащается, считается, что особая благодать. Глава Сочи Анатолий Бахомов посетил рождественскую службу в храме святого равноапостольного великого князя Владимира. В целом на ночных богослужениях в сочинских храмах побывали более 50 тысяч человек. К слову, с приходом Рождества завершился и одноименный православный пост. Ну а вот некоторые встретили Рождество в неволе. В изоляторе временного содержания сочинского УВД прошла одноименная акция. Ее организовали сотрудники УВД, представители общественного совета, православный приход собора Архангела Михаила, храм святителя и чудотворца Николая в Лазаревском и сочинская общественная организация «Милосердие судимым». Инициаторы акции считают, что человеку, отбывающему наказание, необходима помощь в переосмыслении жизненных ценностей. Все заключенные получили праздничные наборы, а также брошюры и книги религиозного содержания. Желающие могли побеседовать со священником. Подобные мероприятия проводятся в Сочи ежегодно и обычно приурочены к Рождеству и Пасхе. Ну и по устоявшейся уже традиции, 1 января в перинатальном центре Сочи особые поздравления принимали новоиспеченные мамы. Первым ребенком стал мальчик, а всего на старте наступившего года родились 5 малышей. И это лишь начало, ведь в течение прошлого года их появилось на свет около 8 тысяч. В среднем в Краснодарском крае в год происходит около 70 тысяч родов. Примерно 10% из них приходится на Сочи. И поэтому то, что происходит в перинатальном центре курорта, заметно влияет на общерегиональную картину. И в этом смысле рубеж между 2017 и 2018 оказался примечательным. 18-й год только родился. До появления этого малыша остаются секунды. Евгений Филиппов министр здравоохранения края, но сейчас он прежде всего хирург. Проводить новогодние праздники за работой, как позже скажет он, стала уже традицией, у которой есть свое характерное звучание. За ребенком и его матерью медики ухаживают с помощью нового оборудования. Оно появилось в конце прошлого года. Применили в первый день года нового. Аппаратура – это подарок общественной организации «Лига женщин МОЗДОБРА», которая несколько лет сотрудничает с перинатальным центром. Это реанимационные открытые системы, которые спасают детей от 500 грамм. И для дыхательных путей, и очень хорошо вентиляция легких. И вообще там такой спектр. Совершенствуется и оснащение реанимационных палат, где на первых порах находятся дети, родившиеся с небольшим весом. Например, шумомером, которым Наталья Грисюк, заместитель главврача по неонатологии, рассказывает по понятным причинам в полголоса. Если мы чуть-чуть повысим голос, ухо нам скажет «тишина». Это сажало тревогу. Все. Зеленое – тихо. Палатой вместе с коллегами обходит и академик Владимир Парханов. В этом году он поддержал традицию мэра Сочи Анатолия Пахомова приходить в гости в перинатальный центр в первый день Нового года. Тем более, что здесь есть что и кого показать. Сегодня говорят, что космос, да, академик Парханов говорит. Это еще один шаг вперед. И мы говорим о том, что у нас младенческая смертность очень маленькая, а ее вообще скоро не будет. Благодаря тому оборудованию, которое приобретали. Пятеро малышей появились на свет в первые часы 2018 года. Сначала мальчик, за ним четыре девочки. В честь дня рождения всем, опять же, традиционно подарки от мэра. Если говорить о подарке для медиков, то это премия Росздравнадзора, полученная в конце 2017-го. Было несколько знаковых событий для здравоохранения Краснодарского края. Это, наверное, та награда, которую получило все здравоохранение Кубани за качество и безопасность. Если честно, мне очень приятно, еще раз пользуюсь случаем, хочу поблагодарить всех коллег, потому что это работа всей системы здравоохранения. Как сообщили в Сочинском перинатальном центре, более 7,5 тысяч малышей появились здесь на свет в 2017 году. Это больше, чем в 2016-м. В целом, по городу ушедший год подарил большому Сочи больше 8 тысяч новорожденных. Елена Овсец, на телекомпании ФКТ. Но новогодние дни были отмечены не только праздничными гуляниями, но и большим количеством ЧП, дорожно-транспортных происшествий и пожаров. Кто-то Новый год встречает с петардами и хлопушками, а этот мужчина начало 2018-го решил отметить автоматной очередью. Мужчина был задержан, оружие изъято. К слову, патроны оказались холостыми. Автомат предназначался для имитации выстрелов. Идёт проверка. Первое января. Новый год для этого водителя явно не задался. ЧП случилось в микрорайоне Макаренко у кинотеатра Сочи. Очевидцы, снявшие видео, комментируют. Владелец авто перепутал поворот. Вот и оказался на лестнице. А это происшествие случилось тремя днями позже. Иномарка тёмного цвета прямо на пешеходном переходе сбила мальчика и скрылась. ДТП случилось в Хосте на улице 50 лет СССР. Ребёнок был госпитализирован. Водителя разыскивают. Ну а самое серьёзное за новогодние праздники авария случилось 5 января на трассе Адлер-Красная Поляна. Тойота выехала на встречную полосу и столкнулась с Вольксвагеном. От удара машину отбросило в ограждение. Тойота допустила столкновение ещё с двумя машинами. В ДТП погибли три человека. 6 января улица Пластунская. Там произошла авария с участием иномарки и маршрутки. Лексус, объезжая автобус не по правилам, справа вдоль ограждения, сбил водителя, который ремонтировал на обочине свою маршрутку. Тик решил просунуться между автобусом и забором. На место прибыла бригада скорой помощи. Водителя автобуса пришлось госпитализировать. А на автодороге Джубга-Сочи КамАЗ оставил вот такой 40-метровый след на подпорной стене. По одной из версий, причиной стало лопнувшее колесо и нарушение скоростного режима. О, ужас. Загорелась машина. Новогодние праздники запомнились и целым рядом пожаров. Российско-абхазская граница. Здесь 5 января рано утром загорелся автомобиль Киа. К тому моменту, когда на место прибыли пожарные, легковой транспорт уже сгорел практически дотла. Водитель авто пострадал, его с ожогами лица госпитализировали в ближайшую больницу. В Рождество пожар произошел в селе Молдовка. Загорелся частный дом, расположенный на улице Костромская. Огонь тушили 14 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Но без крыши над головой остались 6 семей. Всего же с 1 по 8 января в Сочи зафиксировано 6 пожаров. А вот еще одно видео, которое вызвало негодование у пользователей интернета. Сотни просмотров и столько же комментариев. На кадрах видно, как запряженные хаски остановились у оленей фермы. Чтобы заставить животных двигаться дальше, женщина, управлявшая собаками, начала их избивать. Проверка инцидента уже занимается полиция. Если действия женщины квалифицируют как жестокое обращение с животными, то ей грозит уголовное дело. В праздничные дни спасатели более 50 раз выезжали для оказания помощи жителям и гостям Сочи. 5 января они эвакуировались с высокогорной метеостанции «Джуга» метеоролога Кавказского заповедника. Его состояние резко ухочилось. Спасатели на вертолете транспортировали 65-летнего мужчину на базу отряда в Сочи, где передали врачам скорой помощи. Также на праздники спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. 8 выездов было бытового характера. Дважды сотрудники ЮРПСО оказывали помощь пожарным расчетам в тушении пожаров в Адлерском и Лазаревском районах. Большая же часть спасательных работ проведена на горнолыжных трассах «Газпрома». Связано это с тем, что с 1 января сотрудники МЧС несут дежурство на территории этого курорта. За первую неделю Нового года спасатели 41 раз транспортировали травмированных лыжников и сноубордистов в медпункт горнолыжного комплекса. На новогодних каникулах многие отправились в горы. И для городской инфраструктуры этот наплыв туристов, хоть и вполне ожидаемый, стал серьезным испытанием. Чтобы обеспечить комфортный отдых гостей, на дежурство вышли специалисты всех городских служб. Транспортники, коммунальщики, полицейские. На помощь пришли волонтеры. Их работу координирует специальный штаб, в составе которого в том числе представители мэрии и власти края. Курорты работают. Я вижу, что они держат руку на пульсе. Работают, моментально устраняют замечания, которые получают в первую очередь от гостей курорта. Сотрудники городского штаба мониторят и социальные сети. Любое недовольство, выраженное гостем, сигнал к действию. Проверяют соблюдение правил торговли, условия хранения продуктов питания, срок их годности. Следят за тем, чтобы не было необоснованного завышения цен. Одной из основных задач стало перераспределение транспортных потоков. Количество автобусов увеличили и организовали специальные маршруты между курортами. Для горожан и туристов, пребывающих на личном транспорте, обустроили 5000 парковочных мест. Правда, в первые дни Нового года в направлении Красной Поляны ежедневно направлялось в три раза больше автомобилей. Так что избежать затора все-таки не удалось. Что касается загрузки отелей, то она все эти дни была практически стопроцентной. И в ближайшую неделю, после новогодних каникул, спад ожидается незначительный. Мы констатируем стабильную обстановку, хорошее настроение у наших гостей. На горе, наверху снег есть, катаются на лыжах, на сноубордах. Это большая программа развлекательная в этом году, и концерты каждый день проходят. В этом году впервые было решено внедрить единый ски-пас на горнолыжных курортах, а их количество увеличилось до четырех. За время новогодних каникул и в период до Старого Нового года, как ожидается, в Красной Поляне побывают около 400 тысяч гостей. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Ну, таким образом, загрузка горного кластера на каникулах приблизилась к 100%. Там работу всей туристической инфраструктуры контролировал координационный штаб по подготовке и проведению зимнего горнолыжного сезона. Сегодня заместитель главы города Сергей Юрченко подвел итоги работы курорта в празднике. Горнолыжный сезон в Сочи ставит новые рекорды. Всего в праздничные дни на Краснополянских склонах побывало более 163 тысяч лыжников и сноубордистов. В горный кластер въехали 15 тысяч автомобилей. Несмотря на такую нагрузку, вся туристическая инфраструктура работала как единый механизм. Вопросы, которые были вынесены, это транспортная логистика, свободное обеспечение транспортом, это медицина, это массовые гуляния, это вопросы, связанные с нормальным жизнеобеспечением при размещении в отеле и проживании в отелях, это вопросы питания, вопросы общественного порядка и безопасности, и последнее – это вопросы коммунального жизнеобеспечения. Отлично справился с потоком туристов городской общественный транспорт. Интервал движения автобусов в Красной Поляне составил 5-7 минут. Из центра Сочи в горный кластер – до 20 минут. Оправдал себя так называемый «единый ски-баз». Лыжники и сноубордисты оценили все преимущества альтернативного вида транспорта. Специальные автобусы курсировали между курортами Красной Поляны и бесплатно перевозили туристов. В целом в Сочи в новогодние каникулы отдохнуло более 500 тысяч человек. Из них в горном кластере около 359. В этом году на 1% туристов больше, чем в прошлом. Есть и новый рекорд. В один день на одном из горнолыжных курортов одновременно находилось 16 тысяч человек. По словам заместителя главы города, серьезных сбоев в работе городских структур координационным штабом не выявлено. Ну и к другим новостям. Грандиозное новоселье в Армавире. В городе открыли новую школу. За партой там сядут 400 мальчишек и девчонок. Современное здание сегодня осмотрел губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев оценил и техническое оснащение школы. Ее построили по типовому проекту меньше, чем за год. Радостно начинать Новый год с новой школы. Это школа будущего. Это очень важно нам понимать. Если мы говорим об экономическом развитии нашего региона, если мы говорим о качестве медицинских услуг, о качестве образования, то вот это самое качество рождается здесь, в школах. В тех школах, которые мы сегодня построим. Современных школах. Потому что нам очень важно, чтобы дети были успешными. И если мы сможем в них вложиться, дать им основу, базу знаний, и они станут успешными, наш край, нашу Кубань будет еще более успешней завтра. На строительство новой школы в Армавире потратили более 320 миллионов рублей. В этом году на Кубани в разных районах планируют открыть еще 10 школ. Сквер с видом на горы стал новогодним подарком для жителей микрорайона Бытха. Он появился на месте пустыря, где застройщик намеревался возвести многоквартирный дом. Однако в мэрии встали на сторону жителей, которые выступили против высотки и через суд вернули участок в муниципальную собственность. Теперь этот уголок стал ухоженным и зеленым. Сквер открыли в торжественной обстановке. Это 7 тысяч квадратных метров. Строителям потребовалось чуть больше двух месяцев, чтобы благоустроить территорию. Проложить дренажную систему, установить подпорные стены, ведь парковая зона находится на склоне. Высадили 200 деревьев. Настроение поднялось. Хочется здесь находиться, отдыхать и приятно видеть своих. Будут приходить и дети, и мамы, и взрослые отдыхать, и будет очень приятно. Мы очень надеемся, что жители будут тоже так же относиться бережно, как вот и мы, те, кто хотели этот сквер. Здесь можно не только проводить семейный досок, но и заниматься спортом. Обустроили детский игровой городок, площадку для воркаута и многофункциональную спортплощадку с искусственным покрытием. Чтобы сквер стал удобным местом для прогулок, специалисты обустроили пешеходные дорожки, установили лавочки, урны для мусора. По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибица, который также принял участие в торжественном открытии сквера, Сочи можно считать примером для всей России. Ведь на курорте успешно и качественно реализуется программа благоустройства городской инфраструктуры. Этот год 2018 будет еще более ударным, потому что теперь уже за счет программных денег нам будет помогать и федеральный бюджет, и краевой бюджет. И мы построим еще семь вот таких скверов, парков в нашем городе. Надо сделать так, чтобы каждый микрорайон города имел такое замечательное место, культурное место, место, где бы детки занимались спортом. В ближайшее время новые скверы планируется открыть в микрорайонах Светлана и Голубые дали в Адлере. Так что сочинцев ждут еще сюрпризы. Гелена Овсецина, телекомпания «ФКТ». Окончание новогодних каникул. Сочинская детская юношеская спортшкола номер 2 отметила соревнованиями. На курорте стартовал открытый турнир по художественной гимнастике «Рождественские каникулы». В гибкости и пластике соревновались более 300 гимнасток. К сочинским художницам присоединились и спортсменки из других городов края. Самым маленьким – 5 лет, старшим – 15. Это мастера и кандидаты в мастера спорта. Любой гимнастике не угасает. Это их образ жизни. Они продолжают заниматься и выступать на нашем турнире. Гимнастки стали трудиться с 3-го числа для того, чтобы сегодня красиво выступать, порадовать своих родителей и нас. Награды получат все. Это наш маленький сюрприз – подарок от Дедушки Мороза на Рождество. Действительно, в этом виде спорта не бывает длительных выходных и каникул. У гимнасток с детства строгий режим. Иначе на смарку пойдут приобретенная форма, гибкость и растяжка. А еще, подчеркиваю, тренеры – вредные привычки, как правило, обходят стороной тех, кто увлеченно занимается спортом. Поэтому воспитанницам второй сочинской спортшколы было чем занять свой досуг на каникулах. Пока у нас были новогодние каникулы, мы на гимнастику ходили и там занимались. Потому что мы должны были готовиться к вот этим соревнованиям, чтобы не подвести тренера. Я очень много старалась и дома занималась. И я всегда хотела быть самой лучшей. Очень нравится выступать, заниматься с Анастасией Андреевной и разминаться. Мне нравится больше всего красивые золотые медали. Помимо золотых медалей, художественная гимнастика – это один из самых ярких и женственных видов спорта. Девочек с первых занятий учат чувствовать мелодию и ритм, красиво двигаться. Как результат – их пластика и отточенные движения на выступлениях вызывают положительные эмоции как у зрителей, так и у судей. У родителей свой интерес. Мамам с папами важно то, что гимнастка отличается среди сверстниц осанкой, точеной фигурой и особой грацией. Когда я была маленькой, я восьме садилась на спорта. Равновесие хорошее. Мне не получается, но я очень трудно. Я много работала и трудилась. Я выступила неплохо. И я думаю, что я займу первое место. И лучший тренер у нас – Анастасия Андреевна. Очередной опыт у гимнасток уже есть. А вот медалями и какого достоинства пополнятся копилки их наград, спортсменки узнают завтра, в последний день турнира – рождественские каникулы. На торжественной церемонии подведения итогов. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok